Доброго времени суток! Сегодня позвонили с номера 8 800 755 7536, который не добавлен в мои контакты. Спамеры меня не смущают, наоборот, есть лишний повод написать статью для сайта Технологикус, поэтому вызов я принял. Увы, но ничего расслышать не удалось. Я полез в интернет, чтобы иметь примерное представление о том, кто будет мне перезванивать. Все-таки 8 800 это не обычный спамный номер, а бесплатный номер телефона горячей линии. Все, что я успел найти, пока мне не перезвонили, название организации, которая совершает холодные звонки, Тинькофф Банк. Разговор у нас получился следующий. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Икач Ирина, для вас есть выгодное банковское предложение, послушайте. Нет. А какой банк вы представляете? Я представляю Аотинькофф Банк. Послушайте. Откуда у вас мой номер? Ваш номер нам предоставил ваш знакомый, доверие которой нам очень важно, поэтому по его просьбе я не могу назвать его фамилию, имя, имя, имя. Этот номер не знает никто. Это специальный рабочий номер, который никто не знает. Его никто не мог оставить. Это рабочий номер, верно? Да. Скажите, пожалуйста, вам как физическому лицу интересно наше предложение? Какое предложение? Банковское предложение. Вы ответите мне, пожалуйста, откуда у вас мой номер? Ваш номер нам предоставил ваш знакомый, доверие которой нам очень важно, поэтому по его просьбе я не могу назвать его фамилию, имя, отчество. Все понятно. Вы начинаете со лжи, поэтому мне ваше предложение неинтересно. До свидания. Кстати, это далеко не первый случай. Мне звонили почти два года назад с аналогичным предложением и схожим ответом на вопрос о том, откуда у них мой номер. Видимо, мало что меняется, и холодные звонки все еще котируются. А я напомню, что за спам, согласно законодательству Российской Федерации, предусмотрен штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей. Увы, но для таких крупных организаций это семечки. А на этом у меня все. Оценивайте видео, подписывайтесь на канал.